Здравствуйте, уважаемые коллеги. Я рада приветствовать всех, кто к нам присоединился. В первую очередь, давайте начнем с регуляционных вопросов. За участие в данном семинаре вы все можете получить сертификат в электронном виде. Посмотрите, где регистрируется, вы видите. По окончанию семинара, в начале той недели, я подготовлю сертификаты, где вы их можете... именные сертификаты на всех, кто зарегистрируется по той ссылке, которая есть. Значит, посмотрите, когда вы заходите на сайт Крикпро, вы найдете ссылку ФЦПРО. В верхнем правом углу, не в самом правом углу, после главной страницы идет ссылка ФЦПРО. Вот там будет сделан архив материалов по вебинарам. По названию вебинара вы находите наш вебинар и находите свой сертификат. Сертификат на 4 часа по той теме, которую мы сегодня обозначили. Значит, коллеги со мной сегодня работают в программе семинара. У нас сегодня работают с нами учителя математики Кемеровской области, преподаватели и методисты институтов повышения квалификации. Вот первое выступление и тема моего выступления – работе с кадрами в рамках реализации концепции развития школьного математического образования в Крикпе-Про. Я обращаю внимание, что сегодняшняя тема у нас с вами посвящена именно школьному математическому образованию, хотя сама концепция гораздо шире. Она охватывает все ступени образования, начиная с школьным образованием и кончая с профессиональным образованием. Кондратенко Лариса Николаевна, кандидат ПИД-наук, доцент кафедротеории и методики общего образования Института повышения квалификации города Новокузнецка, выступит с сообщением проблемы по повсиональной компетентности учителей математики при подготовке обучающихся к ЕГЭ. О информационно-образовательной среде как условия реализации основного общего образования нам расскажут с Крикпсовым Петровым и Лерисовым Юлией Александровым. Кто из них сегодня выйдет с нами на связь и будет свободен. Орискировка Раиса Михайловна, учителя математики средневековыми рядами, например, миски, поделитесь с нами к применению проблемного обучения математики. И Лерискина Наталья Николаевна, учитель математики Киселевского городского округа лицея номер один, тоже представит опыт работы школы по индивидуальным планам ученика в 10-11 классе. Итак, мое первое выступление о работе с кадрами в рамках реализации концепции и развития школьного математического образования в Крикпе. Значит, коллеги, я напоминаю, что концепция была утверждена распоряжением правительства Российской Федерации 24 декабря 2013 года. Вслед за тем, что концепция была утверждена, вышел план реализации концепции. На основании этого плана в Департаменте образования и науки Кемеровской области был разработан план мероприятий по реализации концепции развития математического образования в Кемеровской области на 2015-2020 годы. И план был утвержден. Приказы, номер приказа и выходные данные вы видите. Значит, коллеги, у нас в концепции выделены три проблемы. Я уже неоднократно остановилась в своих выступлениях на этих проблемах. Это низкая мотивация школьников, это содержание математического образования. И вот вы видите, у меня выделено красным, это кадровое. И авторы концепции отмечают, что в России не хватает учителей и преподавателей вузов, которые мы могли бы качественно преподавать математику. Я бы немножечко переформулировала, исходя из реалий наших условий. К сожалению, у нас не только не хватает учителей, которые могли бы работать качественно. У нас вообще проблемы в области с подготовкой педагогических кадров, ну и в частности подготовка учителей математики. Значит, посмотрите. Вот в 2002 году у нас было 4400 с лишним учителей математики. Сегодня у нас, вот на январь, на 1 сентября 2014 года учителей математики было 1642 всего, а на 1 сентября 2015 года 1651. Чуть-чуть ситуация стала лучше. Но мы не закрыли всех проблем, вот тем количеством людей, 11 человек, которые добавились к нашему, вот мы не закрыли всех проблем. И вы лучше меня знаете, с какой нагрузкой вы сегодня работаете. То есть нехватка, дефицит педагогических кадров, в частности наших, приводит к тому, что учитель вынужден работать на две ставки, а то и выше. Когда мне учителя говорят, что у них 50 часов или 49, мне, честно говоря, хватает ужаса. Я не представляю, как можно работать. Вот, вернее, я представляю, что можно ходить на работу и распределять свои силы. Но как учить водотворно, я не представляю. Такая проблема есть. И, к сожалению, она, наверное, в ближайшие годы вот полноценными кадрами, которые придут из института. Ну, может быть, еще юбку с БАСа у нас как-то будет пополняться. На севере у нас, конечно, проблемы, потому что в Кемеровском университете, на математическом факультете вообще перестала существовать специальность математика, чистая математика, где готовят преподавателей, идут квалификации математики преподавателей. У нас осталась только одна математика и остались специальности, связанные с комплектными технологиями. Два года назад, по-моему, два года назад набрали группы математики, но подавателям, что там разница в одного. И больше этот эксперимент продолжаться не будет. Поэтому где мы будем брать кадры, пока, в общем-то, непонятно. Если посмотреть и проанализировать возраст учителей математики в Кемеровской области, то мы с вами увидим, что основной возраст – это 46-45 лет. То есть это предпенсионный возраст. На практически третья часть учителей у нас вот на этот возраст. Но это еще работоспособные люди в достаточно творческой форме. Если же смотреть дальше, посмотрите, практически третья часть учителей это и в 2014 году, и в 2015 году это учителя, которые 56-60 и более лет. То есть понятно, что здесь у нас очень много проблем. Конечно, отдельный учитель, он еще сохранился и может работать, но никуда не денешься от того горания, которое существует в нашей профессии. И не зря когда-то определилось, что педагогический стаж должен длиться 25 лет. И через 25 лет люди, получая ли выслугу лет, должны были покинуть эту должность. И продолжать, если чувствовал человек, что он еще способен работать, продолжать работать с учителем, тогда выслуга лет ему не оплачивалась. Сегодня, в связи с тем, что карток не хватает, правительство идет на то, что выслуга лет выплачивается и работающим учителям. Ну, соответственно, раз у нас учителя находится около 60% в предпенсионном и пенсионном возрасте, то и, соответственно, педагогический стаж работали, вот видите, перед собой. Это 10-25 лет. Это у нас чуть более 30%. И почти половина педагогических кадров имеется даже более 25 лет. Если посмотреть на образование учителей Кемеровской области, то, в принципе, практически 88-90% учителей имеют высшее педагогическое образование или имеют высшее образование и прошли переподготовку по специальности математика, преподавания, методика преподавания школьных дисциплин. Есть среди нас люди, которые имеют неполное высшее образование, к счастью, их не очень много. Это среднее профессиональное образование. И вот, посмотрите, у нас появились люди, которые преподают математику с начальным профессиональным образованием. Но, правда, пока это один человек. И в 2015 году, наверное, от безысходности какая-то школа вынуждена была взять человека, который имеет только среднее полное образование. Очень хочется надеяться, что человек получает образование, ну, по крайней мере, в заучной форме. Значит, из всех педагогов Кемеровской области у нас 83% в 2014 году. И вот, к сожалению, 81%, почти 82% в 2015 году имеют категорию. Идет такой спад, общий спад небольшой по категориям. Я предполагаю, что это связано, прежде всего, с тем, что у людей кончается вторая квалификационная категория, и они не рискуют написать заявление на первую квалификационную категорию. Поэтому вот здесь, посмотрите, мы видим с вами некоторый подъем количество учителей, которые получили высшую квалификационную категорию в 2015 году, и спад учителей, которые получили первую квалификационную категорию тоже в 2015 году, по сравнению с 2014 годом. Значит, ну, вот краткий анализ с педагогического состава наших учителей математики мы в территориях, вы прекрасно знаете, хотя, коллеги, конечно, есть вот такая небольшая, вы увидели очень небольшая тенденция, что в школу стали приходить молодые ка. Их пока мало. К сожалению, часть из них, и большая часть из них, не имеют педагогического образования, они имеют высшее образование. Но когда-то, сделав выбор в какую-то модную профессию и получив специальную свою профессию, они потом не нашли себя в этой профессии, не смогли устроиться со внешнего образования, девушки и детей. И что профессия учителя, она имеет свои положительные струны, и девушки, по крайней мере, летний отпуск, и достаточно длительный, когда ты можешь находиться со своими детьми, это тоже положительная из нашей профессии. Поэтому вот как бы есть двиг с мертвой точки, но он незначительный, и я не думаю, что вот эта вот тенденция переломится в ближайшие годы. Нехватка кадров так и будет. Если выпустятся те выпускники, 25 человек, которые сегодня обучаются в Кемеровском педагогическом институте, во-первых, в Кемеровском, извините, в Кемеровском государственном университете, ну, во-первых, 25 человек не решат все проблемы, во-вторых, не все из них дойдут до выпускного аттестата, ну, а кто-то просто не захочет идти работать в школу. Поэтому, конечно, кто-то из них придет, но их будет небольшая масса. Ну, теперь, коллеги, давайте посмотрим, какие задачи реализации концепции развития математического образования поставлены в разделе повышения квалификации работников общего образования в плане реализации концепции в Кемеровской области. Значит, во-первых, требуется постоянное совершенствование программ повышения квалификации как программ профессиональной подготовки для учителей математики и разработка новых программ по актуальным вопросам преподавания математики в современных условиях. Второе – это отработка моделей дистанционного повышения квалификации учителей математики, организация проведения проблемных постоянно действующих семинаров для учителей математики по актуальным проблемам математического образования. Значит, вот в этом направлении мы очень четко двигаемся в институте. В 2014 году были обновлены и прошли конкурсный обмор три программы для учителей математики. В 2015 году мы подготовили еще две программы. Это совместно с физиком и информатиками для учителей, которые совмещают должность учителя математики и физики учителя математики и информатики. Для того, чтобы учитель мог приезжать на курсы повышения квалификации раз в три года и сразу повышать свою квалификацию как учителя математики, как учителя физики. И на следующий учебный год на кафедре планируется разработка еще программ. В частности, они будут связаны с ФГУС среднего образования и с углубленным изучением предмета нашего математика согласно ФГУСу. Ну вот теперь давайте посмотрим, как проходило обучение за те два года, когда идет реализация концепции. По дорожной карте количество процентных соотношений учителей, которые должны в 15-16 году пройти повышение квалификации 10-15%. Мы эту цифру только нашим институтом прикрываем. У нас еще институт в Кузнецке, у нас еще повышение квалификации занимается Кемеровское государство, университет. Ну вот в частности, посмотрите, перед вами табличка, сколько человек прошли обучение в 14-15 годах. ой, я прошу прощения, вот вторая колонка, это 15-16 год. Значит, вы видите, что идет увеличение количества обучающихся и идет увеличение количества обучающихся дистанционной формой обучения. Если говорить о семинарах, то семинары у нас сегодня формат проведения и формы проведения различные. Это и проблемно-ориентированные семинары, и постоянно действующий семинар, это семинары с издательствами, веб-семинары, семинары, которые проводят и с поддержкой ВКАЛИС. Если сравнивать количество людей, которые прошли обучение на семинарах в 2014-15 и в 2015-16 году, то мы видим, что количество обучающихся в 2016 году почти на 190 человек, более чем на 190 человек больше. Кроме этого, более активно в 2015-2016 году мы использовали вебинар и семинары с поддержкой ВКАЛИС. ВКАЛИС. Если сравнивать количество людей, то через вебинар прошло свыше 70% учителей Кемеровской области. Если учесть, что у нас достаточно много вебинаров, которые проходят учителя математики с центральными какими-то органами, образовательными учреждениями, редакциями, семинары, которые проводят при образовательной деятельности, при уроке, при индивидуальной занятии, при взаимодействии, значит, все эти, на первый взгляд, не важные проблемы, но они очень важны, они очень важны для работы всего педагогического коллектива и для образования детей. Если говорить о тематике семинаров, у нас самые различные. я не буду на ней останавливаться, вы видите перед собой. На следующий год мы продолжим работать в этом же направлении, это семинары, посвященные реализации концепции, семинары, посвященные особенностям внедрения ФГОС. я напоминаю, что мы сегодня работаем, несколько лет мы работаем с Новокузнецком, в Кемерово мы планируем проводить семинары для всех учителей Кемеровской области, но в первую очередь для учителей, которые средняя полоса нашей области и север. И в городе Новокузнецке уже в течение длительного времени, с 2009 года, мы проводим семинары для Южного куста Кемеровской области. В этом году к нам присоединился Прокопьевск и один практический семинар мы провели и в Прокопьевске. Кроме этого, я благодарна Мариинскому району и методическому Мариинскому району, которая согласилась и взяла на себя функцию проведения семинаров для учителей северного края, северных районов Кемеровской области. Это Чебулинский район, Тесурский район, Тюжинский район, которые достаточно для меня центра. Хотя мы провели там два семинара в 2016 году. С моей точки зрения семинары прошли на очень высоком уровне, за что спасибо Максиму и Марине Алексеевне таки, что муниципальные службы. К сожалению, на одном из семинаров присутствовал только Чебулинский район, на втором из семинаров присутствовал только Тежинский район. Встает вопрос, все вопросы решены и учиться нечему. Или так работают муниципальные методические службы, которые не доводят до своих школ информацию о возможностях посещения семинаров в близлежащих территориях. Ну и, конечно, раз я уже заговорила о семинарах, я хочу в первую очередь поблагодарить Ларису Николаевну Кондратенко, который уже много лет готовит семинары для учителей Юг-Кузбасса и два раза в год мы эти семинары проводим. В этом году один семинар был в формате ВКС, другой семинар в марте мы провели в традиционном решении. Точно так же мы планируем и семинары на следующий год в городе Новокузнецком и продолжает нас подхватывать город Прохоперск и на следующий год они планируют поделиться опытом работы профильного и углубленного изучения в своей территории. Значит, посмотрите, дальше в плане реализации концепции, в плане мероприятий впечатляет о том, что необходимо, чтобы учителя математики активно принимали участие в разных конкурсах. Ну, в первую очередь, конечно, наш департамент образования указывает на областные конкурсы, это педагогических талантов Кузбасса и ТПД 21 века, Новая волна и другое. Говорится, в плане мероприятий отмечается о необходимости развития деятельности регионального профессионального методического цены в четыре математики и распространения практики работы школы молодого учителя в рамках деятельности РПМО. Я хочу сказать, что действительно школа молодого учителя под руководством Нагонешников Натальи Николаевны и Ильискина Натальи Николаевны это учителя математики Прокопьевского района Новософоновской школы учитель математики лицея номер 1 города Киселевска победители конкурсов всероссийских учитель года они действительно очень хорошо работают с молодыми учителями у них интересная форма работы когда за каждым учителем закреплен наставник и вот региональная школа собирается несколько раз в год обменивается опытом проводятся открытые уроки с последующим анализом как мастера своего дела проводят так и проводят молодые учителя с целью обучения и получения ценной методической помощи именно от людей с высокой методической профессиональной подготовкой ну коллеги о организации проведения конференции я остановлюсь чуть попозже ну и вот два мероприятия которые должны реализовываться в шестнадцатом двадцатом году это мероприятия связанные в первую очередь с Кингру первая это организация и реализация онлайн проекта для учителей математики школы Пифагора и вторая организация проведения олимпиады для учителей математики здесь задействованы мы поэтому я уже университет начала теребить как мы это будем делать ну вот такая олимпиада для учителей математики будет запущена скорее всего с ноября или декабря месяц сейчас я хочу остановиться немножечко на конкурсах значит посмотрите к сожалению нет данных по конкурсу отдельных учителей математики но вот вы видите данные по отчету центра мониторинга нашего сколько учителей участвуют в различных конкурсах профессиональные мастерства на муниципальном региональном и федеральном уровне мне вот радостно отметить что среди победителей регионального этапа всероссийского конкурса учитель года есть учителя математики их фамилия вы видите перед глазами и в этом году победителем в очередной раз стала учитель математики это Михаила Алиса Викторовна учитель математики лицея номер 57 прокуратского городского округа значит посмотрите несмотря на то что нет отдельных сведений количества учителей на то что учителя математики активно участвуют в областных и всероссийских конкурсах говорят на победителя в тех или других номинациях за несколько до последних года значит я не буду озвучивать вы фамилии учителей видите продолжаю знакомить вас с именами победителей и науриатов различных конкурсов но в частности в основном областных конкурсов как говорится своих героев нужно знать перед словом по крайней мере ориентироваться что у нас учителя участвуют и побеждают ну и коллеги следующее направление на которое я хотела бы остановиться конечно инновационная деятельность учителя участие в различных инновационных проектах это всегда повышение квалификации это с моей точки зрения если учитель работает на инновационной площадке причем работает не формально а вникая во все то что происходит это самое лучшее повышение квалификации так вот в рамках реализации концепции методического образования в апреле 2016 года подписано соглашение с институтом с федеральным государственным бюджетным типовым учреждением института стратегии развития образования российской академии образования участия кемеровской области опыт экспериментальной работе под зону управления то есть создана сетевая экспериментальная площадка по теме интеграции содержания учебных предметов математики информатиков исследовательской проектной деятельности учащих основной образовательной школы это шесть школ в этот эксперимент вступили и цели содержания неручной деятельности в предметной области математика информатика вступила в 10 школ в следующем слайде вы видите те конференции которые прошли в 2015 и 2016 году скрипы про это не полноперечная конференция но там где было представлено именно содержание математического образования и я хочу остановиться на региональной научно-практической конференции первое англическое чтение которое прошло 12 января 2016 года вот эта конференция была посвящена именно математическим проблемам Кузбасса на конференции работало три секции и более 20 педагогов выступили на пренарных заседания это этот опыт будет продлен и в 16-17 году по решению вот андрейских чтений у нас конференция будет называться научно-практическая конференция школьной проблемы школьного математического образования посвященная памяти Александра Николаевича Андреева Ну и коллеги я почти заканчиваю но я бы хотела обратиться к нашим коллегам в частности методистам я к сожалению последние две недели сталкиваюсь с тем что мы не умеем с вами читать вот видим текст из текста молчу теле но еще к сожалению мы не умеем слушать потому что в территории ушли письма по которым согласно которому нужно представить отчет о реализации концепции согласно плану тех мероприятий о которых я говорила я в этом трещу уже неизвестно сколько я на всех семинарах показываю вот эту схему в которой говорю что на сайте Крепкру в подразделениях кафедры естественно-научных математических дисциплин создан ресурс реализация концепции развития математического образования в российской федерации и в этом ресурсе есть четыре папочки первая папочка это нормативные документы так вот уважаемые коллеги уважаемые методисты которые не видели в глаза план реализации концепции зайдите пожалуйста в эту папку и вы найдете там план реализации концепции как федерального уровня так и регионального уровня причем мне обидно было когда об этом говорили методисты которые как раз были на семинарах и слушали мое выступление ну и коллеги я заканчиваю свое выступление я хочу остановиться на тех проектах которые сегодня готовятся ну во-первых готовится к выпуску очередной номер журнала учитель Кузбасса это первый раз у нас в рамках реализации именно концепции журнал под полностью посвящен теме нашей математики и тема номера реализация концепции математического образования это условия формирования интеллектуальных способностей вот предлагаемые рубрики все письма в территории были были отправлены если возникают вопросы то в методических службах мой телефон и моя электронная почта всех есть пожалуйста обращайтесь и следующий коллеги проект который мы будем запускать это создание виртуальной галереи лучшей учителя математики Кузбасса как те которых сегодня уже нет с нами как и те которые живут здравствуют и еще работают но как мы это будем делать будет вам сообщено информационных письмах я думаю уже к концу месяца эти информационные письма идут и мы продублируем еще в августе потому что и разместим на сайте института спасибо за внимание следующий у нас по плану выступает Новокузнецк Лариса Николаевна Кондратенко Итак ЕГЭ стал не только педагогическим но и социальным экспериментом затронувшим все слои общества от ученика до профессора и несмотря на это в штатном режиме ЕГЭ с 2008 года пока рано говорить о том удачен ли эксперимент в масштабах России или нет 2015 года к этому эксперименту присоединился эксперимент с ОГЭ то есть с единым государственным экзаменом выпускников 9 класса декларируемыми целями ЕГЭ являются формирование объективной оттенки подготовки выпускников общеобразовательных учреждений повышение доступности профессионального образования в первую очередь для молодежи из малообеспеченных семей и отдаленных от вузовских центров мест проживания повышение объективности вступительных испытаний приемных вузов обеспечение преемственности общего и профессионального образования обеспечение государственного контроля и управления качеством образования на основе независимой основы подготовки выпускников Проблему подготовки выпускников государственной итоговой аттестации по математике можно рассматривать по нескольким направлениям Мы выделили три общие проблемы подготовка учащихся и подготовка учителей К общим мы отнесли проблемы на федеральном уровне, те, повлиять на которые учитель не в состоянии. Это перегрузка школьной программы элементами высшей математики, большой объем программы, не позволяющая вообще систематизировать его в сжатые сроки, так как в апреле еще изучается новый материал, а в мае уже начинаются экзамены не только по математике, но и по другим предметам. А с апреля идут выпускные экзамены в досрочный период. Трудь прохождения программы. В эксперименте по мониторингу уровня учебных достижений в формате ЕГЭ выявила также проблему качества представленных контрольно-измерительных материалов. То есть материалы ориентированы на воспроизведение большого объема знаний и умений. Наличие в материалах ошибок в заданиях и ключах, некоррестные формулировки заданий и так далее, все это снижает качество оценки уровня учебных достижений выпускников. Проблемам подготовки учащихся мы отнесли низкую мотивацию школьников к учению и, в частности, к изучению математики, это в первую очередь. Недостаточную психологическую подготовку к новой форме испытаний, недостаточную разъяснительную работу с родителями, о требованиях к результатам освоения школьной программы по математике, о структуре контрольно-измерительных материалов для 9-11 классов, об особенностях процедуры итоговой аттестации и возможных результатах, о системе контроля процесса подготовки к итоговой аттестации со стороны родителей и другие. Также к этим проблемам относятся отсутствие четкой цели сдачи ЕГЭ для каждого ученика, на сколько баллов реально можно рассчитывать, сколько необходимо для поступления в предполагаемый год и вообще, на сколько реально поступить в этот год. Теперь перейдем к проблемам подготовки учителей. Кадровая проблема, которая выражается в том, что нехватка учителей математики, приводит к повышению учебной нагрузки учителя. Большинство учителей в настоящее время имеют нагрузку от 30 и даже до 50 часов в неделю. Как следствие, невозможность полноценного повышения квалификации по заявленной проблеме. Это приводит к тому, что не все учителя могут организовать подготовку учащихся к ЕГЭ. Качество результата также зависит от нагрузки учителя. Еще одна проблема – это отсутствие системы в подготовке учащихся к итоговой аттестации. К сожалению, иногда учителя увлекаются натаскиванием на тесты в формате ЕГЭ, не заботясь о том, что оценка качества образования является элементом его управления. И прежде всего необходимо заботиться о повышении качества обучения своих учеников. В настоящее время, как правило, основная подготовка проводится в 9 и 11 классе методом нарешивания типовых заданий. Чрезвычайно важным нам представляется отработка алгоритма выполнения тестовых заданий ЕГЭ. Связано это с тем, что учащиеся не умеют правильно распределить свое время. Получив контрольно-измерительные материалы и инструкции, ученик поставлен в жесткие рамки. Инструктаж определяет рамки. За 235 минут нужно выполнить 20 заданий, правильно оформить ответ, буквы, цифры, ставить строго по образцу в части B, записать ответ, да не забыть в какой форме, в части C экономить местные решения. Выпускники, добравшиеся до части C, сталкивались с заданиями подчас не только трудными, но и громоздкими, а времени на их выполнение оставалось уже немного. Выполнить эти задания нужно было так, чтобы они соответствовали критериям, присланным для проверяющих учителей, специалистами из высших инстанций. Нужно готовить учащихся к новой форме проведения экзаменов. Использование на уроках тренировочных тестов может выработать навык обращения с ними. Знание типовых конструкций тестовых заданий поможет учащимся практически не тратить время на понимание конструкции, а также на то, чтобы успокоиться. Такие тренировки выполнения тестовых заданий научат учеников мобилизовать себя в решающей ситуации. Анализ для системы внутри школьного контроля показывает, что по математике он проводится в подавляющем количестве случаев в виде привычники контрольной работы, между прочим, которую можно еще и дописать после уроков, и переписать. Еще одна проблема, возникающая при широком внедрении тестов, специфична для нашей страны. Дело в том, что в странах, давно работающих с этим инструментом, сложилась, выработалась за десятилетия и другая культура обучения, и даже учения. Американских школьников учат порой не столько решать задачи, сколько выбирать среди множества возможных решений наиболее правдоподобными. При этом формируется целая традиция самоконтроля, развития интуиции, чувства симметрии и тому подобное около усердных умений, что сейчас как раз в новом стандарте и предполагается. В нашей педагогической культуре закрепился другой подход, связанный с убеждением, что всякая усердная задача должна быть непременно решена учителем. Учителя не в полной мере владеют приемами формирования мотивации к изучению предмета и сдаче ЕГЭ, это связи с проблемой. В жизни каждое действие определяется мотивом. Какова мотивация к выполнению действий? Такой и результат. В настоящий момент мотив сдачи ЕГЭ – это экзамены для подступления в ГУС, а не аттестация школы или оценка квалификации учителя. И если выпускник не стремится подступить в ГУС в небюджетное место, то и результат ЕГЭ его не сильно-то и волнует. Наконец, несколько слов об изменении подхода к оцениванию уровня учебных достижений. Пожалуй, одним из существенных плюсов ЕГЭ является стандартизация оценочной деятельности учителя. Всякая оценка предполагает измерение того, что есть и его сравнение с тем, что должно быть. То есть сравнение реального положения с нормой. Задание ЕГЭ оценивается по критериям, с которыми мало кто из выпускников вообще знаком. Для многих ребят, пришедших на апелляцию, было открытие, что задание не оценивается по элементу. И для получения определенного количества баллов необходимо решить всю задачу, а не только составить к ней уравнение. Существенным остается вопрос о том, нужно ли всем выпускникам выполнять часть С. Это тем более актуально, что для получения четверки достаточно выполнить части А, Б теста, даже тем, кто претендует на награждение золотой и серебряной медали. Но мы говорим сейчас о том, что части А у нас нет, остается только часть Б. Но в девятых классах у нас три модуля, и в этом году как раз в первый раз все-таки эти модули были учтены. Некоторые учащиеся, получив 14 баллов, за работу имели только отметку 2, вот как итоговое оценивание. В институте повышенной квалификации города Новокурска на кафедре теории и методики общего образования в течение года проводятся мероприятия для учителей математики и по подготовке учащихся к исследованию итоговой аттестации. Например, это учебные модули в рамках курса повышения квалификации. За последние два года около 100 человек прошли обучение на этих модулях, так как каждый год набираются по две группы по 25 человек. Это отдельные семинары, методы решения заданий итоговой аттестации по математике объемом 36 часов. Это семинары по 18 часов, задачи ЕГЭ по алгебре и началам анализа, задачи ЕГЭ по диаметрии, на которых прошли обучение за эти два года около 200 человек. Информационные семинары, которые у нас проводятся буквально по животрепещущим темам и по заказам образовательных организаций. Такие как итоги ЕГЭ и ЕГЭ по математике в текущем учебном году как проблемы перспективы решения. Это ежегодные семинары. Анализ результатов пробного диагностического тестирования выпускников 9-11 классов по математике. Это в втором санглоде практически ежегодный срок. Семинары-практикумы. Методы решения задач ЕГЭ по математике повышенного и высокого уровня сложности, где опыт работы в этой области представляют учителя города Новокузнецка. Также региональные семинары, о которых Татьяна Петровна уже сегодня упомянула. В качестве примера это система подготовки учащихся к итоговой аттестации по математике и физике и опыта работы учителей. На эти семинары в последние годы собирается более 100 человек. Плюс добровольное диагностическое тестирование учителей в форме ЕГЭ. Но институт повышения квалификации не имеет информации о результатах тестирования учителей, как и большинство учителей тоже. Это не позволяет вести целенаправленную адресную подготовку педагогов по проблемной тематике. Опыт реализации ЕГЭ показывает нам, что подготовка к нему не должна быть самоцелью. Школа призвана учить, а не готовить к сдаче экзамена. Но в то же время проходить постоянно не натаскиванием на тестирование, а в ходе планомерного использования тестовых заданий в течение нескольких лет школьного обучения. Для чего должна быть разработана система подготовки учащихся, изменен подход к организации процесса обучения математике и оценивания качества образовательных результатов. Тестовые задания можно использовать не только в качестве контролирующих материалов для проведения объективного, итогового и текущего контроля знаний учащихся, а также для организации самоконтроля и построения системы индивидуализированного обучения, также в качестве обучающих дидактических материалов. Тест позволяет в течение короткого времени весьма оперативно скорректировать содержание образования, совершенствовать методы обучения. В связи с этим можно утверждать, что функциями тестирования являются обучающие, контролирующие и воспитывающие. Последние функции позволяют наблюдать и корректировать по мере необходимости продвижения ученика от незнаний в знаниях. Этому необходимо учить как будущих педагогов, так и уже работающих в школе не первый год. Ну и в заключение хотелось бы к информации Татьяны Петровны добавить, ну, боль, наверное, всех администраторов и работающих с перегрузкой учителей. Это то, что в этом году физико-математический факультет Центра педагогического образования филиала СМГУ в Новопуднецке выпускает всего 6 человек будущих учителей математики, 4 из которых, возможно, не пойдут вообще в школу работать. То есть нам необходимо собрать все силы в кулак и, используя рекомендации нового Федерального государственного образовательного стандарта, искать новые подходы к обучению учащихся и подготовке их к государственной итоговой аттестации по математике. Спасибо за внимание. Так, еще раз здравствуйте, уважаемые коллеги. Хочу представить Вашему вниманию выступление по теме «Технология проблемного обучения в современной школе». Своё выступление хотелось бы начать со слов. Мы слишком часто даём детям ответы, которые надо выучить, а не ставим перед ними проблемы, которые надо решить. Введение стандарта второго поколения в систему образования предполагает изменение цели образования. Программа в ГОСа сбегает новые задачи, решение которых предполагает создание нового развития личности и её самореализации. В связи с этим возникла необходимость использования в учебном процессе инновационных образовательных технологий. Вот к одной из таких технологий можно отнести технологию проблемного обучения. В последнее время эту технологию больше называют технологией проблемно-диологического обучения. И задача педагога на современном этапе – это сделать учебный материал таким, чтобы он был более доказательным, более убедительным, формировать в обучающихся элементарные навыки поисково-исследовательской работы. Проблемное обучение заключается в том, чтобы предлагать ученикам для решения посильные задачи, которые вели бы их к собственным маленьким открытиям. То есть деятельность ученика должна простраиваться как деятельность по протестительности учёного. Проблемное обучение – это обучение, при котором учитель создаёт проблемные ситуации и организует деятельность обучающихся по решению этих учебных проблем. В последнее время после введения стандарта второго поколения появляется вопрос, как получить новый образовательный результат. А для того, чтобы ответить на этот вопрос, появляются, соответственно, другие вопросы, более мелкие. Зачем учить, то есть это цель образования, чему учить содержание и, соответственно, как учить. То есть здесь должны работать технологии и методики. Ну, готова ли наша школа на современном этапе вот к этому, к новому результату? Или же всё-таки будем продолжать впихивать и давать знания готовым видом ребятам? Когда мы получаем в 35 классе пятиклассников, то что можно ответить на вопрос, что мешает всей школе работать на новый общий результат? Наверное, мешает то, что технологии различны. У каждого учителя присутствуют свои технологии, и каждый учитель пытается ребёнка утянуть в свой предметный материал именно по технологии, которую ему удобно или целесообразно использовать. Так вот, после того, как начальная школа в нашей школе перешла на образовательную систему «Школа-200», то при подготовке к переходу в пятый класс учителя основной школы занялись изучением вот этой технологии образовательной системы «Школа-200». Образовательная система «Школа-200» представляет собой технологии такого вида, как технология проблемно-идеологического обучения, технология продуктивного чтения, технология оценивания и технология проектной деятельности. Так вот, хотелось бы сказать, что технология проектной деятельности, она тесно связана именно с технологией проблемно-идеологического обучения, потому что, чтобы заниматься проектной работой, это, опять же, нужно уметь выдвигать проблемы, гипотезы и, соответственно, находить пути решения этих проблем. При изучении технологии проблемно-идеологического обучения Хотелось бы отметить, что эта технология развивает следующие умения. Организационные умения — это умение решать проблему. То есть следующие, коммуникативные — это построение диалога, это умение вести диалог. Интеллектуальные — извлекать информацию, делать логические выводы. Оценочные, но на уроках математики возможно оценочные, не всегда возможно развивать. Это только в тех случаях, когда ставилась проблема нравственной оценки ситуации или гражданского выбора. На слайде все эти умения, выделенные специальными цветами, вы знаете, кто работает в образовательной системе «Школа-2100». Каждый из них относится к определенным универсальным учебным действиям. В момент, когда в нашей школе появилась такая проблема, когда захотелось всем изучить эти технологии, и технологию проблемно-диологического, и технологию продуктивного чтения, мы решили создать творческие группы в нашей школе. И выделили, что технология проблемно-диологического обучения, она состоит из следующих этапов. То есть основными элементами этой технологии является побуждающий диалог, подводящий к теме диалог, и сообщение темы с мотивирующим приемом, или часто называются ярким таким-либо приемом. В школе был разработан план работы. Каким образом осуществлялась деятельность работы в школьной этой творческой группе? Раз в неделю мы занимались изучением данной технологии. Первые занятия – это мы просто изучали теоретический материал по данной технологии. Основным, конечно, источником была технология продуктивно-диологической технологии под издательством Мельниковой. Дальше, после того, как мы изучили теоретический материал, учителя представляли фрагменты уроков с использованием данной технологии. Третий этап был. Это каждый учитель из нашей школы представил открытый урок для своих коллег, или для группы коллег. Ну и последнее – это итоговое занятие. Что хотелось бы отметить, что когда вся школа работает по каким-то одним определенным технологиям, то вот это сотрудничество, оно помогает организовать учебный процесс именно таким образом, что появляются положительные результаты. Кроме этого, можно отметить, что технология проблемно-диологического обучения, она позволяет как бы с меньшими затратами проводить обучение, и причем говорят, что эта технология является здоровьезберегающей. И мы именно на своих уроках убедились. Дело в том, что при создании ситуации успеха слабые учащиеся, они видят, что оказывается и отличники, и более сильные учащиеся попадают в ситуацию неуспешности, и постепенно они тоже привыкают давать ответы. А если на предыдущих этапах эти дети боялись вслух разговаривать и высказывать свои мнения. Кроме этого, когда мы изучали эту технологию, мы поняли, что данная технология, она как бы уместна для любого предмета. Это неважно, какой вы предмет вы даете, математику, историю, какой-то другой предмет. У нас даже учителя физкультуры и технологии тоже по данной технологии пытались и показывали прекрасные уроки. Поэтому мы говорим о том, что для того, чтобы внедрить эту технологию, важно, конечно, знание и желание педагога. На следующем слайде я хотела представить небольшой этап. Это этап постановки учебной проблемы на уроке геометрии в седьмом классе. Тема урока «Неравенство треугольника» и вы на слайде видите, какие действия совершает, какая деятельность присущая учителю, и какая деятельность обучающимся. Вот данный урок – это урок, когда использовался побуждающий диалог. Следующий пример – это по теме «Подобные треугольники», когда подводящий диалог. Обычно подводящий диалог показывает, его удобно использовать. Если вы знаете сейчас программу математического образования, то там есть такой раздел, как «История развития математики». Подводящий диалог – это как раз его удобно и уместно использовать на тех уроках, когда нужно дать какой-то исторический материал, какие-то исторические понятия, истории возникновения какого-то понятия. Поэтому я считаю, что именно в таких ситуациях удобно использовать технологию проблемного диалогического обучения именно в подводящем диалоге. Следующий пример – это этап постановки учебной проблемы на уроке математики в восьмом классе «Решение квадратных уравнений». Вот здесь, на этом слайде я не смогла поместить сам фрагмент урока, но хотелось бы просто пояснить. То есть здесь использовался такой момент, как появление яркого какого-то пятна. Здесь демонстрировалось ученикам свойство коэффициентов квадратного уравнения, когда показывается, что оказывается, можно квадратное уравнение решить и без использования формулы квадратного уравнения, или без каких-то других сложных манипуляций, а именно только зная свойства коэффициентов квадратного уравнения. И ребята удивляются, это удивление их охватывает, и, соответственно, они тоже с удовольствием получают новый учебный материал. У каждого из этих диалогов есть свои плюсы, есть свои минусы. Хотелось бы немножко отметить, что побуждающий диалог, он имеет следующие плюсы. Он, во-первых, развивает творческое мышление, максимально близок к жизненным ситуациям. Но минусы – это то, что ученики могут увести в сторону от темы. То есть учитель настолько должен быть готов к своему уроку, чтобы ученики, соответственно, не могли его отвести какими-то своими гипотезами и вопросами в сторону. Невозможно иногда рассчитать время на уроке. Да, сложно, иногда не хватает времени на уроке. Поэтому вот это вот минусы данного диалога. Плюсы и минусы подводящего диалога – ну, развивает логическое мышление, рассчитывается по времени, потому что в основном все это рассчитывает учитель, ведет к нужному результату коротким путем. Но можно отметить, что минус этого диалога – это, конечно, то, что меньше творчества обучающихся. Хотелось бы сказать, что использование данной технологии, но не только этой технологии, мы изучали и технологии параллельно, технологию продуктивного чтения, которая тоже, я считаю, довольно полезная, и изучая технологию оценивания, технологию проектной деятельности, хотелось бы отметить, что в нашей школе ведется большая работа по участию наших детей в научно-практических конференциях. Практически большое количество наших детей являются победителями и призерами научно-практических конференций. И все наши проектные работы исследовательские, в том числе и наши уроки, они именно встраиваются в ту схему, которая сейчас представлена на слайде, «Стема проблемного обучения». Вот именно в пользу такой памятника мы простраиваем свой урок и, соответственно, работу по написанию исследовательской работы. Вот сейчас на слайде представлены темы работ. Это работы, выполненные только моими учениками. Все из них являются призовыми, либо большинство победителями. Практически каждая из этих работ, она является либо исследовательской, либо проектной. И я считаю, что все эти работы с интересом ребятами выполняются именно потому, что используются эти технологии. Технологии проектной деятельности и технологии проблемно-диологического обучения. Хотелось бы еще отметить, что вот при выборе тем проблемного обучения, конференции, вот эта технология проблемного обучения, она именно тогда необходима, когда в работе нужно поставить проблему, выдвинуть гипотезу. И как бы проблем с этим у ребят не возникает, потому что они этим занимаются, соответственно, на уроке. И вот этот последний слайд, это слайд нашего педагогического, слайд с фотографиями педагогического коллектива. Каждый из этих учителей внес свою лепту в использование на этой технологии проблемно-диологического обучения. Всеми коллегами представлены модельные уроки, и весь коллектив практически старается использовать данную технологию и в комплексе, конечно, с другими технологиями. И, соответственно, вот это сотрудничество помогает нам в хороших результатах в обучении, ну и, соответственно, при подготовке к ЕГЭ и ОГЭ в том числе. Ну и в конце хотелось бы сказать, что приглашаем к сотрудничеству тех, кого заинтересовала данная тема и данная технология. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Вас приветствует Селёвский городской округ, лицей номер один. Я учитель математики и хочу поделиться опытом работы по индивидуальным учебным планам в 10-11 классах. Так как средняя школа пока еще не перешла на новые стандарты, то у старшеклассников умение самостоятельно пополнять свои знания, самоорганизовываться, ставить цели и достигать их, находить способы качественного выполнения работы, ориентироваться в стремительном потоке научной информации сформированы еще, наверное, не в достаточной степени. Осуществление индивидуализации за обучение крайне затруднено в условиях классово-урочной системы, отличительностью той, которая является ориентация в принципе на другие ученика. И только введение индивидуальных учебных планов в условиях профильного обучения существенно расширяет возможности устраивания учеников индивидуального образовательного маршрута. Под индивидуальным учебным планом, ну, как мы называем себя в ЛИЦЕ и УПА, мы опытом делились, приезжали в город Ленинский-Веркий, в мае за совокупность учебных предметов выбранных для освоения обучающимися из учебного плана образовательного учреждения, составленного на основе федерального базового учебного плана. Пользование индивидуального учебного плана при профильном обучении позволяет реализовывать различные образовательные потребности обучающихся и их им. Наш ЛИЦЕ работает по ЛИЦЕ в второй год. Средсказник станет составляет индивидуальную образовательную траекторию, он выбирает на какие предметы нужно сделать уход и изучать на углубленном уровне, а какие дисциплины осваивать на базовом уровне. Составление ЛИЦЕ проводилось учащимися в девятых классах такой последовательности. Вначале было антифирование обучающихся с целью выбора дальнейшей траектории обучения, затем выявление образовательных закрутов обучающихся, затем обучение учащихся вообще составлению этих индивидуальных учебных планов, ну и непосредственно это само составление индивидуального учебного плана. Каждый учащийся выполнял предложенную форму, согласовывая свой выбор с родителями. Школьники должны были выбрать менее двух дисциплинов, изучаемых на профильном уровне. Общее количество часов в неделю по 37 предметам базового и профильного уровня должно было варьироваться от 31 до 37 часов в неделю. Помощь учащихся в составлении индивидуальных учебных планов показывали учителя, классный руководитель, родители, юнициплик-ректора, который курировал данное направление работы. И в начале учебного года, то есть в начале 10 класса, учащиеся вообще, несколько из нас уже скорректировали свой индивидуальный учебный план. Ну и вообще в 11 классе два ребенка нашего лица изменяли направление вообще в свой профильный универ. При организации профильного обучения на основе индивидуальных учебных планов мы использовали две основные формы обучения. Это обучение в классе и обучение во временах предметных групп. Обучение в классе используется для тех предметов, которые имеют стопроцентное совпадение индивидуальных выборов или обучение предметов на базовом уровне. Обучение во временах или предметных групп используется для тех предметов, в котором количество индивидуальных выборов превышает 1. Количество человек в группе колеблется от 5 до 13. По некоторым прожимым предметам таких групп у нас несколько. Это, например, федика, ну и общество знания, этот год, который выступает в дисциплине, и все-таки год, то есть две. В нашей лице не было ученика, который выбрал в профильной группе только один. Я так понимаю, что в противном случае мы должны были под него, наверное, тоже подстроиться и дать ему возможность индивидуального обучения. Ну и хотела бы немножко остановиться на этих преимуществах и недостатках, наверное, индивидуальных учебных планов, с которыми столкнулся нашей лице. Ну, к преимуществам реализованной модели следует отнести это признание, во-первых, ценности образования учащимися, индивидуальную визуализацию образования, ну, более полное удовлетворение, наверное, образовательных потребностей ученика по сравнению с профессиональным профилем. И также нужно отнести, наверное, удовлетворение и потребности родителей. Затем расширение исполненных практик и педагогических технологий, профессиональный рост учителей, классного руководителя, администрации. Затем модернизация содержания образования. Ну и самый, наверное, один такой большой плюс, потому что я являюсь классным руководителем непосредственно учеников 11 класса, которые в этом эксперименте участвуем. Это организация нагрузки учеников за счет содержания образования. И мои собственные друзья, я чувствую, как родители, что, как бы, вот такой загрузки, да, допустим, как звездным профилем, то есть у детей нет. И они действительно могли распределять свое время на те предметы, на профильные, которые они выбрали. Ну и теперь давайте, наверное, немножко остановимся на недостатках индивидуальных учебных планов. Мы считали, что нужно отнести, во-первых, это недостаточная апробация данной модели в Российской Федерации, недостаточная разработанность нормативно-правовой базы и методическое сопровождение индивидуальных учебных планов, значительное увеличение документа оборота, потому что учебный план, индивидуальный учебный план, он представляет собой немножко необычное расписание. И, знаете, совершенно вот стандартная такая ситуация была, когда вот, например, у ребенка утром два урока, потом бывает два окна перерыв, да, и потом еще дальше продолжают. То есть дети находятся в школе очень долго, ну и вот, возможно, вот эти окна. Но, вы знаете, это было в первый год, сейчас немножко, я так понимаю, что мы уже адаптировались, да, к индивидуальным учебным планам, и зал очень, значит, немножко корректирует. То есть сейчас вот таких окон у детей гораздо меньше. И еще такая проблема, что, знаете, возможно прогулы занятий, так как вот есть все равно такая категория детей, которые не страдают большой ответственностью, и вот контролировать похищаемость при такой форме обучения, как бы, вот тоже весьма проблематично. Ну и, как бы, в заключение хочу сказать, что, во всяком случае, плюсов, наверное, достаточно больше, чем минусов при индивидуальных системных планах. И все-таки и мусы направлены на развитие творческого потенциала личности, формирование обучающихся навыков самоорганизации, самообразования, обеспечивающихся возможностей интервьюного личностного и профессионального роста. Спасибо большое за внимание. Тема нашего выступления «Информационно-образовательная среда как условие реализации ФГО со основного общего образования». Проблема создания информационно-образовательной среды в образовательном учреждении в настоящее время становится актуальной, так как реализация ФГО со общего образования – это статья 26 ФГО – должна обеспечиваться современной информационно-образовательной средой. Школа, в которой мы работаем, открыта была после реконструкции в 2011 году и оснащена современным оборудованием. В каждом кабинете интерактивный комплекс, графические планшеты, документ-камеры, система опроса знаний, цифровой микроскоп, электронные книги, мобильные классы и другое современное оборудование. Однако в школе собрался довольно пестрый коллектив в отношении наличия компетенции в области владения информационно-коммуникационными технологиями. Большинство педагогов владели компьютером, но не имели достаточных компетенций в области владения современным интерактивным оборудованием. А ведь сегодняшние ученики – это новое поколение людей, которые используют интернет-ресурсы на новом уровне, как пространство обитания. Эти дети родились, когда интернет уже существовал. Они воспринимают его как естественное качество жизни, и они привыкли быть в сети. Новое поколение обращается с фотографиями, видео и звуками так же, как и с текстом. При этом они способны работать с множеством источников одновременно. С чего начать? Чтобы все овладели этой чудой техникой, эта проблема встала перед администрацией школы. Ее решение мы увидели в создании информационно-образовательной среды, учреждения, которые позволят качественно изменить образовательные результаты школы на основе использования информационно-коммуникационных технологий, а также современного интерактивного оборудования и автоматизации управления образовательной деятельностью в школе. Для внутрифирменного повышения квалификации педагогов в области ИКТ был разработан образовательный проект «Школа успешного IT-педагога», который включает в себя дополнительную профессиональную образовательную программу и методические электронные пособия. Для создания функционирования ИОС «Цифровая школа» была создана модель информационно-образовательной среды и учреждения, которая имеет внутреннее и внешнее информационное пространство, интегрирующее деятельность всех участников образовательных отношений, это и администрации, и педагогов, и учащихся, и их родителей. Во внутреннем информационном пространстве среды для администрации доступно автоматизированное рабочее место, это база данных образовательного учреждения, интернет-доступ, электронная школа 2.0, сайт образовательного учреждения, электронные документы оборот и программа для составления списания «Николюкс». Для педагогов это их автоматизированные рабочие места, интернет, локальная сеть, медиатека, школа IT-безопасности, электронная школа 2.0, библиотека, школа успешного IT-педагога. Для учащихся это сайт, это интернет-доступ, школьная библиотека, учебные кабинеты, школьная газета 99% успеха, киностудия 99-й кадр, медиатека, школа IT-безопасности, электронный дневник. А для родителей это электронный журнал, сайт школы и школа IT-безопасности. Таким образом выстроилась цепочка как внутреннего, так и внешнего взаимодействия в информационном пространстве для всех участников образовательных отношений. Внешние воздействия – это дистанционное образование через ВКС-связь, дистанционные олимпиады и конкурсы, сетевые проекты, связь с другими образовательными учреждениями, средствами массовой информации, а также социальными партнерами. В результате создания и функционирования информационно-образовательной среды цифровая школа в образовательном учреждении достигнуты следующие результаты. Повысилось качество учебных достижений школьников с 2012 года на 6%. Повысилось количество стимпедиатов премии губернатора Кемеровской области с 32 человек до 56 человек, отличники учебы. Повысилось количество медалистов. По данным Центра областного мониторинга качества образования, школа занимает четвертое место среди образовательных учреждений города Новокузнецка по результатам ЕГЭ. 6 место в рейтинге эффективности деятельности среди образовательных учреждений Кемеровской области. 2 место в городе по удовлетворенности качеством оказываемых услуг. Результаты участия в школах в конкурсах различного уровня предъявлены на слайды. Это диплом победителя регионального конкурса профессионального мастерства «Педагогические таланты Кузбасса» 2015. Диплом золотая медаль российского конкурса «100 лучших школ России» 2014 год. Медали Кузбассской выставки ярмарки «Образование карьера занятого» в Синокузнецкой 2014-2015-2016 год. УЧСИ 2015 год и многие-многие другие. Опытом работы по созданию информационно-образовательной среды мы активно делимся с коллегами образовательных учреждений города, региона и страны. Предлагаю вашему вниманию сейчас видеоролик, созданный в киностудии «99 кадр», который участвовал в флешмобе фестиваля муниципальных инновационных площадок города Новокузнецка. Монтаж и песня созданы учащимися нашей школы. Музыка Музыка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Если мы будем учить сегодня так, как мы учили вчера, то мы украдем у детей завтра. Поэтому мы в постоянном поиске. Всем большое спасибо за внимание. Коллеги, спасибо всем, кто выступал, все, кто был с нами. Юлия Александровна, у меня к вам просьба. Очень плохо было видно презентацию. Если можно, то видеозапись и презентацию выставить мне на почту. И все материалы, которые сегодня были представлены, во-первых, будет видеозапись представлена, во-вторых, презентации будут выложены на сайте института и на сайте ЦФРО. Спасибо, коллеги. Я прощаюсь с вами. Желаю вам хорошего отпуска. Хороших результатов получить ЕГЭ. ОГЭ и базовый уровень вы уже получили. Ну, надеюсь, что результаты у всех приличные. И будем ждать профильный уровень. И хорошего отпуска. 17 августа приглашаю на августовский педсовет к нам в институт. До свидания. Продолжение следует.